Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И впереди ехал то ли автобус, то ли... Ну, это большой транспорт. И выезжает из-за него, видать, хотел его обгонять вот эта вот машинка. Ее занесло сначала в одну сторону, видать, не справился с управлением. Потом в нашу сторону, опять же, ну и все, секунды. И удар, да? Да, удар. У нас как бы, слава богу, подушки сработали, все, как бы, пристегнуть все в него. Так бы, нормально, а у них такой результат. 21 февраля 2016 года в районе 32-го километра автомобильной дороги Нижний Тагил, Нижний Солдат, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате которого один человек, пассажир автомобиля, погиб, два человека травмированы, он находится на излечении в Екатеринской городской больнице. Суть происшествия складывалась следующим образом. Водитель легкового автомобиля «Шевроле», двигаясь из Нижнего Тагила в районе 32-го километра, принял решение произвести обгон. Но, к сожалению, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем. Как объясняет сейчас водитель автомобиля «Шевроле», автомобиль, с которым столкнулся, был на достаточно большом расстоянии, но, видимо, он его неправильно оценил и из-за этого произошло столкновение. По предварительным данным, сейчас пообщавшись, уже установлено, что водитель виновного автомобиля находится в состоянии алкогольного отменения. Как он поясняет, что подрублял стесненные напитки вчера, сегодня решил съездить Тагил на рынок за покупками. Пользуясь моментом, хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения. Пожалуйста, выбирайте правильно скоростной режим и все свои маневры на загородных дорогах, где скорости движения велики. Надо выбирать соответствующее расстояние, чтобы маневр совершить безопасность. Ну и к алкоголю за рулем еще раз предупреждаю, что ответственность на сегодняшний день очень серьезная за данное правонарушение. Сейчас будет возбуждено уголовное дело и по результатам его рассмотрения, скорее всего, человек будет лишен свободы. АПЛОДИСМЕНТЫ